я вас приветствую мои дорогие друзья сегодня в этом видеоролике я соберу маленький компактный компрессор который будет являться не только компрессором но еще и вакууматором так сказать два в одном за основу был взят вот такой компрессор от холодильника мне он достался абсолютно недорого сказано было что он работает но работает или нет сейчас посмотрим здесь имеется также конденсатор мне кажется что он не пусковой а рабочий ну давайте попробуем подсоединим его к сети 220 вольт снимаем защитную крышку и что мы видим мы видим пусковое реле на двигателе имеются три контакта верхний это общий левая это у нас получается рабочая обмотка и правая пусковая в верхней части такой кругленькая имеется это термозащита которая размыкает сеть при перенагреве то есть когда идет сильный перегрев либо короткое замыкание то есть когда двигатель начинает потреблять слишком много она просто размыкается в общем прозвонив все контакты пускового реле и порывшись в интернете по поводу его схемотехники схему этого пускового реле можно обозначить следующим образом обозначим обмотки точнее контакта самого двигателя обозначим его обмотки пусть это будет общий вывод пусть это будет рабочая обмотка пусть это будет пусковая обмотка общая обмотка подключается через термозащиту к одному из проводов идущих от сети пусть это будет фаза для чего этот узел нужен это защита то есть как только здесь происходит нагрев либо большое потребление тока вот этот узел полностью отсекает сам двигатель от электрической сети это защита также внутри самого пускового реле имеется такой радиоэлектронный компонент который называется позистр и включен также здесь еще конденсатор второй провод от сети подключается сюда что происходит как только мы подаем сюда напряжение в общем получается что ток проходит через рабочую обмотку и кратковременно через позистр пока у него нулевое сопротивление он проходит через пусковую обмотку тем самым двигателю дается вращательный момент здесь начинает очень сильно расти сопротивление и по большому счету можно считать что он как будто бы отключается от этой обмотки но а для чего же нужен вот этот конденсатор толком информации никакой не нашел для чего он вообще нужен потому что у всех только догадки но судя по тому как он подключен к этой обмотке скорее всего задействуется в работе также пусковая обмотка он создает смещение так что получается что во время работы а самого двигателя работает не только вот эта обмотка но и через конденсатор работает еще и эта обмотка то есть по большому счету этот конденсатор помогает работать двигателю все подсоединил пробуем включать заработал да я не скажу что слабенький такой а здесь вакуум ну все на вопрос а нужно ли поменять масло в этом компрессоре отвечу обязательно нужно по двум причинам во первых это бэушный компрессор я не знаю сколько этого масла в нем осталось и было ли оно здесь вообще но судя по тому что он работал и не клинил скорее всего оно там есть в каком объеме я не знаю во вторых сюда изначально в эти компрессора заливается специфичное масло которое работает без воздушных системах оно смешивается с антифризом и оно очень гигроскопично при работе на воздухе то есть это масло нам уже в принципе не подходит сюда я буду заливать чисто минеральное масло компрессорное в г-100 объем этого масла именно конкретно в этом компрессоре примерно 200 250 грамм ну теперь сольем и зальем новое как слить этого компрессора масло и как в него залить в общем в этом компрессоре есть три патрубка здесь выход воздуха здесь в вакуум а здесь сервисная трубка которая заглушена заливать и сливать масло я буду именно через эту трубку почему потому что именно эта трубка сварена заподлицов корпусом и можно будет слить масло до последней капли а эта трубка сварена с небольшим бортиком то есть как бы мы ни пытались мы слить полностью масло через трубку не сможем заливать я буду тоже через нее ну вот вам ответ на вопрос нужно ли менять масло вот сколько масла я слил с компрессора а вот сколько должно его быть разница по моему очевидна на попей так осталось решить последний вопрос нужен ли этому компрессору разгрузочный клапан или нет то есть напрямую подсоединять к ресиверу или через разгрузочный клапан проверить это очень легко я сейчас закрою пальцем выходной патрубок запущу мотор нагнал давление и теперь попробую включить его заново мотор не запускается а значит здесь необходим разгрузочный клапан иначе просто когда в баллоне будет давление 5-6 атмосфер он просто не запустится в качестве ресивера для будущего компрессора буду использовать вот такой баллон от порошкового огнетушителя на этикетке можно прочитать что давление испытания огнетушителя составляет 2,25 мегапаскаля если перевести это атмосферы это чуть больше 20 атмосфер а значит здесь запаса прочности более чем достаточно тем более что давление в моем компрессоре будет не больше 8-10 атмосфер значит сам клапан нам не нужен он пластмассовый будем наваривать здесь дополнительную площадку весь порошок я отсюда высыпал но теперь необходимо его зачистить сам баллон необходимо зачистить до металла а потому как с будут производиться сварочные работы зачистку я производил обычной корс щеткой баллончик я полностью зачистил все готово для сварки ну а теперь необходимо отталкиваться от чего-то а для того чтобы от чего-то отталкиваться необходимо здесь сделать ту резьбу которая мне нужна в общем как я поступлю я купил в магазине вот такой вот фитинг здесь уже нарезана с одного конца резьба на одну вторую дюйма к приварю вот такую толстостенную шайбу по кругу а потом вот эту шайбу вместе с этим фидингом просто полностью вварю сам баллон и тогда у нас уже получится то резьба на которую можно вешать уже все навесное оборудование в общем ресивер я заварил довольно таки основательно проварил в три слоя и немножко шлифанул болгаркой для внешнего эстетического вида получилось довольно таки неплохо теперь в этот баллон необходимо накачать давление для того чтобы проверить травит он или нет для этого изготовил вот такой переходничок он сделан из заглушки на одну вторую дюйма в нее была впаяна медная трубка на которую можно будет одеть шланг много качать не будем примерно 1-2 атмосферы не более того тут в принципе этого будет вполне достаточно качает он довольно таки шустро ну а теперь классика жанра ну всё баллон готов к дальнейшим манипуляциям готово конденсат в ресиверах это неизбежность и для того чтобы его можно было хоть как-то сливать вниз баллона была приварена гаечка м6 фиксироваться точнее закрываться она будет болтиком м6 с медной прокладочкой во время ревизии его просто откручиваешь и сливаешь оттуда накопленную влагу теперь расскажу из чего и как я буду собирать дневную систему для тех кому будет интересно все фитинги и все необходимое для сборки самого компрессора я покупал на алиэкспрессе ссылки будут внизу в описании общий принцип будущего компрессора изображен на этом эскизе значит здесь изобразил компрессор здесь изобразил ресивер здесь импровизированный присостав самым основным узлом по большому счету этого девайса является вот такой шаровый кран выглядит он следующим образом это шаровый кран из нержавейки на высокое давление здесь у него имеются резьбы на одну четвертую дюйма он поворачивается на 180 градусов ровно как он работает в общем этот вывод открыт всегда если флажок находится вверху значит он пропускает воздух вот так если флажок переворачиваем вниз он пропускает воздух вниз все просто значит на схеме я сейчас покажу как это все работает значит если мы используем этот девайс в качестве компрессора тогда флажки все повернуты вверх открыты вот эти вот выводы Компрессор, когда работает, забирает воздух из воздушного фильтра Пропускает его внутрь И выходящий воздух через этот шаровый кран второй выходит на сам ресивер Все просто Но когда мы хотим использовать сам вакууматор, мы флажки переворачиваем вниз То есть эти выводы получаются перекрыты, открываются вот эти выводы Тогда получается работа следующим образом Воздух из компрессора спокойно выходит через свободный вывод Тем самым облегчая работу самого компрессора А вакуум мы уже забираем со штуцера, который находится будет на приборной панели Для удобства им пользования Будет проходить через шаровый кран и заходить в сам компрессор Все примитивно просто Для соединения всех узлов я буду использовать полиуретановый шланг Внешний диаметр 8 мм, внутренний 6 мм Он рассчитан на большое давление и с ним очень удобно работать Для соединения его я буду использовать вот такой быстроразъемный фитинг В него просто шланг тупо вставляется и все, разъем готов Для того, чтобы извлечь его отсюда, втулку нужно прижать и вытащить Очень быстро и просто Сам присостат полностью идет в комплекте Со всеми манометрами, переходниками, все как положено В общем, в этом присостате имеется три рабочих выхода Резьба на них 1,4 дюйма И этот вывод, тоже с резьбой на 1,4 дюйма Это уже идет вывод посадки его на сам ресивер Здесь якобы резьба на 1,8 дюйма Но дело в том, что ни одна дюймовая резьба сюда не залезает Так что я подозреваю, что это метрическая резьба В общем, здесь была стандартная гаечка Я особо придумывать ничего не стал Завальцованную медную трубочку вставил Она сюда притягивается Все нормально здесь оказывается работает Без всякого травления А на эту трубочку я уже поливретоновый шланг одеваю И зажимаю хомутом Здесь как бы все просто Для того, чтобы посадить вот этот присостат на сам редуктор Я использую переходную втулочку 1,2 на 1,4 Для того, чтобы перейти на 1,2 резьбу И ставлю сюда тройничок Тройничок необходим для того, чтобы перейти На сам резервуар И сюда вставить обратный клапан Значит, сам присостат я собирать буду Немножечко нестандартно Объясню сейчас почему Значит, быстроразъемное соединение Я одно ставлю сразу прямиком на присостат Для чего мне это нужно? Я просто хочу с этого вывода Брать прямое давление самого ресивера То есть, сколько там есть, столько я беру Мне это необходимо для продувки В этот же вывод вставляется манометр Который нам будет показывать давление Находящийся в самом ресивере Сюда вставляется переходная втулочка С 1,4 на 1,4 И в эту втулочку вставляется уже редуктор Ага На редукторе все резьбы тоже 1,4 В редуктор вставляется манометр Он необходим для того, чтобы можно было уже четко понимать Какое давление будет уже на этом выходе Ну и быстроразъемное соединение мы вставляем сюда В общем, система следующая Здесь я беру полное давление, которое на этом манометре А здесь я беру то давление, которое на этом манометре Как бы вот простыми словами объясняю Аварийный спусковой клапан я использовать не буду Потому что давление у меня здесь маленькое И все под контролем Так что мне это как бы совсем не нужно Влагомаслоотделитель Я использовать буду совсем нестандартно Вообще он как бы ставится здесь на выходе Но я так ставить не буду Я поставлю его прямиком от компрессора Не знаю, будет ли работать он или нет Потому что ему сразу нужно большое давление Чтобы закрылся вот этот клапан Но дело в том, что все пары и все масла Которые будут выходить с самого компрессора Я хочу сразу отделить уже до самого ресивера Обратный клапан Имеет следующие выводы Это у нас 1,2 дюйма Это 3,25 И это вроде бы как 1,8 дюйма На них я уже буду цеплять сами фитинги Здесь у нас получается на 3,25 И здесь у нас получается на 1,8 А вот этот вывод уже будет цепляться Вот сюда как раз таки на этот тройничок Шаровый кран, который будет работать с высоким давлением Здесь как бы все просто Здесь имеется 2 быстроразъемных фитинга На подачу воздуха Здесь у нас вход с компрессора Здесь выход уже на сам ресивер Тут как бы все просто Ну и третий как бы выход Это который будет работать в режиме вакуума Здесь обычный фитинг-елочка Для того, чтобы просто стравливать воздух самого компрессора Во время работы его в вакууме Тот шаровый кран, который будет работать на вакуум Здесь как бы немножко посложнее, потому что я не знаю, как все будет работать Здесь просто вверху будет обычный воздушный фильтр, просто посажен на этот обычный фитинг Для того, чтобы он мог во время работы компрессора просто забирать чистый воздух Ну а вакуумные патрубки, потому что я не знаю, как себе поведет сама вот эта вот труба Сожмет или не сожмет, я взял немножко другие фитинги, более надежные и более жесткие Но если трубу вдруг сожмет, я перестраховался и купил еще вот таких вот елочек на разные размеры Чтобы можно было купить более жесткий шланг и соединить уже сюда его хомутами На приборную панель я выведу вот такой вот штуцер, один с внутренней резьбой, другой с внешней резьбой И через фиксатор резьбы скручу их между собой через приборную панель Чтобы мне было удобно подключать шланг для работы с вакуумом На фум-ленту я это все сажать не буду, потому что она не позволяет мне выставить сами приборы на тот угол, на тот, который мне необходим Поэтому здесь необходим герметик Можно использовать аэнаэробный, но я его найти в своем городе не могу Но можно использовать еще и фиксатор резьбы Он работает точно так же, только он более жидкий И у него есть еще один минус Дело все в том, что если вы закрутили гаечку при помощи этого фиксатора, открутить ее уже будет практически нереально Но он тоже работает на высокое давление, отлично причем Корпус для компрессора был полностью сварен из 15-й квадратной профильной трубы У меня этих огрызков было много, так что для меня это не была особая проблема Геометрию вы видите, получилась именно такая И почему она сейчас такая, я объясню Да, он получился довольно-таки высоким и громоздким Хотя можно было бы уменьшить его ровно в два раза Но дело все в том, что этот компрессор будет работать у меня под столом Так сказать, под столом радиолюбителя, который находится дома Именно поэтому я выбрал сюда компрессор, который работает бесшумно Потому что грохот мне там не нужен, иначе меня просто выгонят из дома Высокий он по двум причинам Во-первых, чтобы сидя на стуле, не особо не горячесть, можно было удобно взаимодействовать с кранами, с фитингами, с кнопками Ну и вторая причина, по которому я выбрал такую высоту Дело все в том, что я не знаю, хватит мне производительности одного насоса или нет Но скорее всего хватит, потому что мне воздуха там особо сильно не нужно И давления там небольшие тоже не нужны Но если вдруг не хватит, поэтому здесь есть свободный кусок места Где при помощи двух кронштейнов можно сварить платформу для второго, точно такого же насоса Включить их в параллель, и производительность этого компрессора вырастет ровно в два раза Нужно будет это или нет, я не знаю, покажет практика Собираем дальше Компрессор должен спокойно кататься по полу А значит нужны ролики Я выбрал вот такие шариковые ролики Для надежной фиксации баллона внутри рамы я изготовил два вот таких уголка Уголки к раме крепятся при помощи болтов М6 Ставится внутрь баллон и фиксируется все это хомутами, сделанными из листового металла Фиксация будет производиться при помощи болтов М4 Также в раме предусмотрено сквозное отверстие Оно необходимо для того, чтобы с ресивером можно было сливать конденсат Чтобы можно было снизу подлезть и открутить этот болт У profile Gregory Продолжение следует... В целом багия Продолжение следует... Продолжение следует... Пластмассовый, я не хочу, чтобы она разогрелась до такой степени, чтобы ее сорвало с хомута. Поэтому я сделал змеевичок, который, собственно говоря, и отводит тепло. Проверено уже, работает. То есть здесь уже трубка холодная. Теперь настало время подключить сам компрессор к прессостату. Для этого мы откручиваем один-единственный болт в крышке и снимаем саму крышку. Здесь имеется две пары размыкаемых контактов. То есть размыкаются сразу оба. К одной паре мы прикручиваем компрессор, а к другой паре мы прикручиваем два провода, которые идут от сети. В общем, всю электрическую часть я подсоединил. Теперь запущу в тестовом режиме, чтобы отрегулировать выходное максимальное давление. Меня, короче, интересует максимум 8 атмосфер. Все, и чтобы он отрубался. Сработал. Хорошо. Так, на сколько на семерке? Меня семерка не устраивает. Значит, нужно прибавлять. Прибавляем давление мы по часовой стрелке вот этим болтом. Ну и, собственно говоря, чтобы проверить, нужно устраивать давление. Ну вот. В принципе, меня это устраивает. Я еще немножечко прибавлю. Вот так. Все. Теперь нацеплю защитные крышечки. Крышечки сделаны из листового материала. Если кому интересно, это, собственно говоря, отпиленные верхние крышки от 200-литровых бочек из-под масла. То есть, все, что валялось под ногами, то я использовал. Прикручивать это все буду на болты с резьбой М4. В верхней части имеется точно такая же крышечка, и к ней прикручена ручка, чтобы можно было транспортировать, если куда-то необходимо. Ну, компрессор, в принципе, собран. Теперь необходимо закрыть боковые стенки. Для того, чтобы закрыть боковые стенки, я использую листы ДВП, потому что такого размера металла у меня уже нет. И левая стеночка будет вот с такой проставкой орстекла. Для того, чтобы можно было взглянуть, так сказать, под капот для особо любопытных. Прикручивать это. Итак, мои дорогие друзья, подведем итоги. Первое. Производительность этого компрессора, как и ожидалось, невелика. Для того, чтобы этот резервуар наполнить от 0 до 8 атмосфер, компрессору требуется чуть меньше двух минут. Это было вполне ожидаемо, но это все слегка окупается тем, что компрессор работает практически беззвучно. Второй компрессор я сейчас сюда ставить не буду. По той простой причине, что проведя первый эксперимент, я могу с уверенностью сказать, что для работы аэророфа и пневмоштихля мне этой производительности вот так как хватает. Ничего менять не хочу, меня сейчас все устраивает. Также мне стало теперь удобно, у меня теперь появился вакууматор. Штуцер для вакуума находится прямо на лицевой панели. Это стало очень удобно. Я просто подсоединяю шланг и пользуюсь вакуумом. Я часто работаю с эпоксидными смолами и мне требуется их вакуумировать. Для того, чтобы компрессор перевести в режим вакуума, необходимо флажки перевернуть в нижнее положение и включить присостат. Все завязано за присостат. Теперь у нас здесь работает вакуумный, так сказать, штуцер. Огонь! Отлично! Работает! Я еще хотел сюда добавить еще одну опцию внутрь компрессора. Дело в том, что я хотел сюда добавить резервуар с бензином для бензиновой горелки. Но от этой идеи я потом полностью отказался. Компрессор будет использоваться под столом дома, это будет очень пожароопасно. Лучше я сделаю отдельный блок, который будет со всеми необходимыми клапанами, со всей необходимой защитой и который может быть будет цепляться либо к боку, либо просто будет стоять отдельно. Этим девайсом я остался прям очень доволен. Мне этой штуковины вообще не хватало. Теперь она у меня есть для того, чтобы можно было спокойно взаимодействовать с ним в долгие зимние вечера. Ну что же, мои дорогие друзья, для тех, кому видео было полезным, ставим палец вверх. На сегодня всем пока!